Я говорю вам о том, что мы продолжаем наш огромный проект, огромный праздник, который называется Общешкольный театральный фестиваль. И сегодня стартует старшая школа. Итак, сегодня мы смотрим спектакли двух девятых классов. Все, в зале уже тишина. Сегодня мы смотрим спектакли двух девятых классов. В исполнении девятого класса А, который уже волнуется на сцене, мы увидим постановку по рассказу Аркадия Верченко. А в исполнении ребят девятого класса Б мы увидим постановку русалки Александра Сергеевича Пушкина. Я очень прошу зал помнить о том, что очень важна ваша помощь, очень важна ваша поддержка. И я прошу вести себя очень тихо и очень интеллигентно. Работает очень чувствительная камера. И любая запись любого спектакля может пойти на окружной конкурс. Поэтому давайте запись не испортим. И я сразу прошу, если мы немножечко вылезаем за рамки шестого урока, конечно, никто из наших интеллигентных зрителей не вскакивает и никуда не бежит. Итак, на сцене девятый класс А со спектаклем «День человеческий» по произведению Аркадия Верченко. Аплодисменты! Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью Жениной теткой чай. Тетка, глупая, старая женщина, держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светким и нежным жестом. Как вы нынче спали? Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились. Ах ты, Господи! Да я вас серьезно спрашиваю, а вы опять со своими неуместными шутками? Хорошо. Давайте поговорим серьезно. Вам правда интересно, как я спал эту ночь. Если скажу, что проспал плохо, вас угнетет и опечалит это на весь день. А если скажу, что проспал хорошо, то викованию душевной радости вашей не будет пределов. Я вас не понимаю. Это сказано хорошо и искренне. Действительно, вы меня не понимаете. Простая вы, обыкновенная тетка. Лично против вас я ничего не имею. Но когда вам нечего сказать, сидите молча. Это же так просто. Вы спросили меня о прошедшей ночи просто так, без пустого любопытства. Если бы я сказал вам спасибо. Хорошо. Вы бы стали мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы бы спросили, а Женя еще спит? Хотя вы прекрасно знаете, что она спит и выходит от чая ровно к двенадцати. Хотя она обижена, но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочется тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль. Что бы еще сказать? Дни нынче стали прибавляться. Да что вы говорите? Скажите, вы намерены опубликовать это доселе неизвестные людям науки открытия? Или вы просто хотели заботливо подчеркнуть, чтобы я и дальше знал, как покупать? Да вы тяжелый губиян и больше ничего! Как это больше ничего? У меня недостатки и недостатки. Да и не грубиян я вовсе. Зачем вы сочли нужным сообщить мне, что вы не стали прибавляться? Все плодом маленьких детей знают об этом. На этом мой разговор с Темкой закончился, я оделся и вышел на улицу прогуляться. Навстречу мне шел чиновник Хрягин. Увидев меня, он раскулся в улыбке и протянул руку, чтобы поздороваться. Здравствуйте, что поделось? Как поживаете? Как поживаю? А вот я вам сейчас расскажу. Хотя ничего особого в моей жизни не случилось, но есть пару моментов, которые должны вас заинтересовать. Вчера было, простудился. Думал, что-то серьезное. Поставил термометр, а он... Так, о чем я, бишь, говорил? Ах да, как поживаю. Беру зеркало, смотрю в горло. Красноты нет. Ну, думаю, нормально, можно пойти погулять. Выхожу на улицу и вижу почтальон. Повестку несет. Думаю, что за шум, что за гам. Не можете вообразить, извините, мне действительно нужно идти. Ну, так вы же поинтересовались. Как я поживаю? А поживаю я вот как. Вчера ездил к Кокуркину. Справился насчет вечернего бала. Встречаю Марью Потаповну. Приезжайте, говорит, завтра к нам. Хрякет делает нечеловеческое усилие. Обрывает из моей руки свою. Долго трясет лечимся пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих. А я иду дальше по улице и встречаю еще одного своего знакомого, Игнашкина. Здрасте, что новенького? Здравствуйте, везум не провалился, читали? Вот так, штука. А я вчера в кури был, знаете, 7 рублей выиграл. Курить? Нет, не курю. Счастливый человек. Сиденье копьте, да? Да нет, так. А знаете, это еще здесь один анекдот. Хорошо, знаю. Один другому говорит, если бы вы не курили, а откладывали бы деньги, был бы у вас свой домик. Тот его спрашивает, курите? Нет, не курю. Значит, и домик свой есть. Нет. Да? Да, именно этот анекдот я хотел вам рассказать. А откуда вы догадывались? Как пожелаете? Да, нормально, знаете, ничего. Спасибо, заходите. Зайду, до свидания. А счастливый вы человек, что вы черти вас побрали. Че если черти побрали? Да так, по этому поводу есть один хороший анекдот. До свидания, заходите. Смешно, до свидания. Кстати, недавно новый армянский анекдот пришел. Слышал, ужасно смешной. До свидания, заходите. До свидания. В этот день я был на поминальном обеде. Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочкой и икрой, размазанной по тарелке так, что ее оказалось больше, чем на самом деле. Ко мне подошла вдова, которая прижимала к рту платок. Слышали? Какое у меня несчастье-то. Конечно, я слышал. Если бы не слышал, я бы не молился, когда отпевали покойника. Да, да. Я хотел бы узнать, долго ли мучился покойник. И указать, наверное, то полное риск и опасности обстоятельств, что всему подбору уходит. Но вместо этого я сказал. А зачем вы держите плату курта? Слезы текут не оттуда, а из глаз. Водочки, колбаски, помените дорогого покойника. Не надо так, не пожалеете себя, успокойтесь. Нет, не успокоюсь. Что ты сделал со мной, Иван Семенович? А что он с вами сделал? Умер. Да, Юдой, жил-жил человек, да и помер. А вы чего хотели? В смысле? Ну так вот вы говорите, жил-жил, да и помер. А не хотели бы вы, чтобы он жил-жил и превратился в Евнуха при Султанском дворе? Или в корову с молочной пеной? Я догадываюсь. Очевидно, его пригласили из милости. Очевидно, он считает меня одним из распорядителей похорон. И очевидно, боится, чтобы я его не прогнал. А сколько покойнику было лет? Шестьдесят. Да. Жить, по-моему, еще дожить. Эта классическая фраза рождает еще две классические фразы. Бог дал, бог взял. Эх, все по богам ходят. Да, он уже там. Ну, там ли он, это еще вопрос. Но ему не приходится слышать всего того, чего приходится слышать нам. Да он и при жизни мало что слышал, да. Турлей был пристильцем. Не замечал даже, что его жена со всеми прикачками романы крутит. Так мы, глупые пошлые люди, хоронили нашего товарища, глупого пошлого человека. В этот день я, кроме всего, и веселился, попал на вечеринку к Кармалееву. Несколько человек окружали бледную, истощенную несбыточными мечтами барышню и настойчиво на нее наступали. Да спойте же. Спойте. Право же, мы молодые. Мадам, ну спойте. Умоляю, спойте. Нет, нет, я не в голосе сегодня. Да нет, ну спойте. Ну покажите нам ваш этот голос. Спойте, пожалуйста. Я так не люблю, чтобы меня уговаривали. Спойте. Сколько в жизни ненужного. Сначала можно было подумать, что просившие очень хотели бариного пения, а она не хотела петь. На самом же деле, все было ровно наоборот. Никто не добивался ее пения, а она безумно, истерически хотела петь своим скверным голосом плохой романс. Этим-то и кончилось. Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что прыжнули ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать. Да, неважно, вы действительно сегодня не в голосе. Давайте поболтаем. Вы умные, а много не обидитесь. Сколько у вас здесь барышей? Шесть штук. И все хотят замуж? Безумно. И абсолютно все в разговоре утверждают, что никогда-никогда не выйдут замуж. А то, как же. Все. И все будут мужа обирать? Если есть темперамент, то еще и изменят. Нет его, только оберут мужа. И вы тоже такая? Да. Да как ты посмел обидеть мою тетку? А зачем она разговаривала? Ну нельзя же все время молчать. Можно, если сказать нечего? Она старая. Старую же нужно уважать. У нас есть старый ковер. Каждый день ты видишь прислуги выбивать из него пыль. Позволь мне делать то же самое с теткой. Оба старые, оба глупые, оба ненужные. Господь, хотя бы ты пожалей человека и пожелай ему приятных, приятных, светлых, светлых снов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь сделайте загадочное лицо вот сюда, вот к птичке сейчас вылетел. Все, Андрюш, Андрюш, фотография нужна нам хорошая. Молодцы, большие, очень здорово. Молодцы, ребята. Спасибо. Девятый П, тихонечко встает. Девятый А, садитесь на их местах. Помните, вы куда стоите? Приходите, вы сюда, здесь и на их месте. Меняем, минуточку меняем декорации.